Карта заблокирована, родственник в беде, подставные сайты, фальшивые выигрыши и соцвыплаты. Это только небольшая часть действующих мошеннических схем. Полицейские вместе с членами молодежного парламента постарались познакомить жителей с самыми распространенными комбинациями в ходе уличной акции «Осторожно, мошенники». Сейчас очень много мошенников. Узнакомьтесь с памятникой. Будьте аккуратны и в детстве. Ой, мошенников вообще караул. Звонят прямо и говорят. Вот так, вот так, вот так. Я говорю, ну да. Ну вы же ничего не знаете. Я говорю, я знаю все. Я даже знаю, что ты мошенница там. Нина Михайловна Рыжкова, бдительный гражданин, шутит, звонят ей часто и эти разговоры для нее уже как своего рода развлечения. По статистике, только в нашем округе от мошеннических действий страдает от трех до пяти человек в день. Но каждый из нас почему-то думает, что это касается только других. Мошенники обзванивают пожилых людей и молодежь. Говорят, что их карта заблокирована, просят сказать коды. Также звонят, говорят, что на вас навели порчу. Я хочу призвать всех граждан быть внимательными и не отвечать на такие звонки. Кстати, в группе риска теперь не только старшее поколение, но и молодежь, которая активно пользуется гаджетами. Мошенники находят все новые инструменты незаконного заработка. Полицейские предупреждают. Участились случаи обмана на сайтах бесплатных объявлений. Пытаясь продать или купить ту или иную вещь, или же снять квартиру, можно попасть в серьезную ловушку. Будьте бдительны.